Я с удовольствием прихожу на встречи со студенчеством. Это особая группа людей, которая отличается задором, прекрасной сообразительностью. Ваше учебное заведение меня радует тем, что всегда проходят встречи корректно, очень заинтересованно и с прекрасной отдачей. Я в мае выступал с лекцией, потом отвечал на вопросы и обратился с просьбой, чтобы кто-то приехал к нам на стажировку в Государственную Думу. Через сутки мне принесли список 22 человека, и они блестяще мне помогали в самое сложное летнее время, когда Дума была в отпуске, и когда огромная нагрузка, которая падает на мой аппарат, с ней трудно справляться. Я в месяц получаю 1000-1200 писем, принимаю ежедневно граждан и практически отвечаю на все письма. Но мне очень хотелось попытаться ответить на ваш интерес, связанный с вашим возрастом, моим мироощущением, и каким образом можно пробиться в политике и в современной жизни. Сразу признаюсь, у меня не было ни разу ни одной мохнатой руки, которая меня куда бы ты двигала. Хотя по лбу доставалось очень часто. Я за последние 15 лет провел 1600 судов, почти все выиграл по судам, но результата особо не было. У меня дед был удивительным человеком по отцовской матери, по отцовской линии. Удивительным. Он преподавал в церковно-приходской школе и взял обет дать всем семерым своим детям высшее образование. Жил в дальней глухой деревеньке, на лошади, на телеге или на санках зимой. Возил за 30-40 километров в город своих детей по очереди. И всем дал блестящее педагогическое образование. В нашей семье не было только преподавателей иностранного языка. Вы все блестяще знаете, и я сожалею об этом. А все остальные основные предметы преподавались моими родственниками, близкими и друзьями. Моей первой учительницей была мать. Я за 4 года один раз ее назвал в школе матерью и весь класс дружно засмеялся. До порога мама, порог переступили в школе Марфа Петровна со всеми вытекающими последствиями. Я наизусть выучил некоторые страницы, мне очень хотелось получить пятерку. Я 4 года был круглым хорошистом. Она больше четверки считала, что родному сыну ставить нельзя, чтобы не подавать дурной пример. Для порядка раз в месяц меня ставило угол, чтобы все понимали, что требования ко всем одинаковые. Но дома, когда возвращались, даже если нашалил, никогда не жаловалась отцу. Наш род сильно потрепала война, очень сильно. Ни одного, все воевали, все храбро защищали державу, все. Отец потерял ногу под Севастополем. Один брат его, который был директором школы, лежит в белорусской земле. Другой брат наехал на тракторе на мину. Вот такой осколок прошил все кишки, и его до больницы не довезли. Третий, собственно говоря, вернулся с войны, но долго не пережил. А самый младший ушел на фронт в 18 лет. Дважды был тяжело ранен, контужен, штурмовал Кеннезберг, нынешний Калининград. Я специально ездил посмотреть форт, который он штурмовал. И плохо представляю, как они уцелели после этого страшного штурма. Но отец, вернувшись с войны, меня сделал своим главным подмастерьем. Я прошел такие уроки в школу, в которую никому не позавидуешь, но вместе с тем, никому не пожелаешь, но вместе с тем можно позавидовать. Он не мог работать, а сидеть он не в состоянии. Поэтому все, что связано со школой, книжки, тетрадки, учебники, каждому школьнику дали комплект книжек и тетрадок бесплатно. Из деревни сто мужиков ушли на фронт, вернулось десять, из них трое на одной ноге, мой отец Фунтаков и Руковков. Мы все воспитывались бабьем царствия, хотя в школе было много учителей-мужчин. Это было огромным достоинством нашей дальней сельской десятилетней школы, которая вообще подготовила блестящих ребят и сейчас, к счастью, продолжает работать. Каждому дали горячий завтрак, потому что кормить особо некому было. В деревне было больше подбитых танков, чем уцелевших домов. От моего родного Орла он попал на линии огня Орловской-Курской дуге, сражалось 4 миллиона человек с обоих сторон. Сли жуткие бои. От Орла уцелел один дом, на который водрузили флаг. Все остальное, как написал Константин Федин, напоминало кладбище каменной крошки, надетой на кольцо полусхаревших деревянных слобод. И все это потом восстанавливалось вручную. Особой техники не было, дорог тоже не было. Поэтому все детство пришлось ходить пешком или бегать. Я ходил в райцены на соревнования за 15 километров, начиная с пятого класса. Позвонят и говорят, будет соревнование по лыжам, метанию гранатой, бегом, мы тебя приглашаем. Я был прекрасным спортсменом, выигрывал многие соревнования. Поэтому сходить 15 километров в одну сторону и вечер вернуться в другую не представляло никакой проблемы и никакой сложности. Вот оттуда и пошла своего рода физическая закалка и стрессоустойчивость. С другой стороны, отец был человек от земли, у него было 25 семей пчел. Я знаю блестящее пчеловодство. Я считаю, это одно из лучших занятий. У меня и сегодня с моим помощником 40 семей пчел на Орловщине стоят. Кто желает угоститься хорошим медом, подавайте заявки в конце, у нас шикарный мед. Запомните, самое выдающееся изобретение Всевышнего, самое выдающееся, это женщина и пчела. Ну, насчет женщины я уверен, что вы согласны. Ничего более гениального создать он не смог. Я с ним абсолютно согласен. И я долго изучал, почему вас создали из ребра. Это самая красивая, самая гибкая, самая хрупная, самая изящная косточка. Но учитывая там проблемы, как туда побольше вставить интеллекта было, сложно было. Он решил гениально эту задачу. Интуиция женщины в пять раз сильнее мужской интуиции. И в сумме интеллект женщины интуиция превосходит всегда мужское начало. Когда на острове Пасхо умер последний мужчина, последняя женщина еще прожила 10 лет. Запас прочности на порядок выше, и нынешняя российская статистика это соответствует. А вот почему пчела лучшее создание, я думаю, вы не знаете. Это единственная в мире букашка, в которой он вставил пять фабрик. Фабрика по производству меда. Чтобы собрать килограмм меда, надо облететь пять миллионов цветков. Представьте себе. А мед все страны мира, когда сделали, изучали лучшие качества, во всех странах мира, мед занял первое место. По калориям, микроэлементам, витаминам и так далее. Пропытка синтезировать мед пока никому не удалась. Многое сделали, а вот пчела это блестяще делает. Самое биологически активное вещество – маточное молоко. Сейчас всем детям в Японии дают дрожжи с маточным молотком. Япония по продолжительности жизни сейчас вышла на первое место в мире. Там много компонентов, но это один из важнейших. Фабрика по производству яда. Пчела вас укусила, вас отогнала, но укусившая вас пчела пожертвовала собой ради спасения коллектива. Укусившая пчела погибает. Фабрика по производству воска. Шикарная просто фабрика. Фабрика по производству прополиса – это лучший антибиотик. Фабрика по производству перги и пчелиного хлеба. Вот сумме, если это собрать, и если питаться будет черный хлеб, у вас мед и молоко, вы будете здоровыми и крепкими. Вот нас всех в деревне спасал такой рацион. Ложку меда, крынку молока и кусок черного хлеба. Выросли все здоровыми, крепкими и жизнерадостными. Советую вам почаще использовать мед, а если ректорат закажет пару бочков, мы вам по отдельной цене своей пасеки поставим. Я очень рад, что ваше учебное заведение сохранило все лучшие советские традиции. У вас студенческие отряды, прекрасная команда КВН. Поздравляю, вы выиграли недавно и желаю вам и дальше победить. Я 4 года был капитаном физматовской команды КВН у себя в родном университете. И, в общем, мы справились с этой задачей. Мы не проиграли ни одного серьезного матча. У вас великолепные танцевальные коллективы, хоры, многое другое. Я очень порадовался, что и новый набор первокурсники. У вас много талантливых, просто талантливых ребят. Надо все сделать для того, чтобы ваши таланты были востребованы. Прямо признаюсь, если хотите быть прекрасными дипломатами, мало знать только язык, экономику и географию. Надо уметь хорошо писать. Вас на любой встрече всегда поддерживают. Надо уметь хорошо рассказывать анекдоты. Я с удовольствием пишу в сборнике анекдотов. Если кому нравится, парочку могу подарить. Правда, мои анекдоты можно читать любому ребенку перед сном. Он хорошо воспринимает. Но мои анекдоты не любят Грызлов, Единая Россия и Жириновский. Недавно Жириновский на меня обиделся. Я ему подарил простенький анекдот. Он говорит, что это неправда. Пришли на дипломатический прием Зюгановы и Жириновский. Ну и сели, тут золотая посуда, все прекрасно. Жириновскому понравилась ложечка, он засунул карман. Себе Зюганов через полчаса говорит, хотите, я вам фокус покажу. А какой? Вот смотрите. Беру ложечку, кладу себе карман, достаю Жириновского. Видите, как легко взять. Я вам советую обязательно заниматься, если есть возможность, спортом и зарядкой. Я встаю очень рано. Встаю между 5 и 6 часами утра. Обязательно делаю зарядку. Есть зарядка легкая для ленивых, называете. Вот когда кошка проснется, или ваш кот, посмотрите, как она встает. Это уникальное явление. Вторая зарядка есть у меня специальный массажер, который массажирует все точки на ступне. У человека несколько органов, куда воспроизведены все главные органы. Это ступы человека, руки, глазное дно или глазное, и ушная раковина. Вот если хотя бы знать механику массажа отдельных точек, которые стимулируют ваш организм, заставляют эффективно работать, у меня есть своя методика восстановления после самых тяжелых перегрузок. Но без этого вам не обойтись, если вы должны полюбить обязательно русскую баню. Баня есть турецкая, японская, есть это самое афинская. Но ничего лучше с точки зрения восстановления русской бани человечество не придумало. Как только вы научитесь, меня учили спортсмены. Я с Пашей Буре дружу, один из лучших в мире хоккеистов, талантливый как человек, очень приятный. Болел за лучших наших хоккеистов, Толю Фирсова, царство ему небесное. Слава у Старшинова, недавно встречались, Майорова, который мне книжку прислал, как они вместе гоняли и так далее. Я в школе научился играть хорошо, волейбол, футбол. Я сейчас волейбол могу с вами с кем угодно сыграть, моя команда не проиграет, наверное, в вашей сборной. Я играл за сборную университета, сборную армии, играл за сборную своего родного города и сейчас регулярно играем. Вот недавно играли с женской сборной по волейболу чемпионами Олимпиады. Правда, 3-0 продули, но не позорно. Не позорно. Запомните, для того, чтобы хорошо работала голова, должно быть всегда хорошее настроение и уметь восстанавливаться и отдыхать. И сейчас я завершаю первую часть, лучше отвечу на ваши вопросы. У меня команда очень сильная и хорошая. У меня было несколько учителей, с которыми я и сегодня поддерживаю связь. Первой учительницей была мать. С 5-го класса целый комплекс предмета учил отец. Я окончил школу с медалью. В университете был ректор, талантливейший человек. Без двух ног он их потерял, шел с комсомольского собрания, а ветер был встречный и в бурю. И на него кукушка, поезд такой небольшой наскочил. Но он уцелел и был гениальным ректором. Он меня взял работать в профсоюз. Я после 3 года в армии служил. Со 2-го курса забрали. Я в специальной разведке служил в Германии. Испытывал все виды оружия, включая ядерное. Это отдельный разговор, довольно интересный, но страшный сам по себе. Я когда увидел, как взрываются все виды современного оружия, и как гибнут после отравления боевыми отравляющими веществами животные, я перекрестился и сказал, не дай бог, чтобы это оружие, когда бы то ни было, было принято против человека. Я на кафедре должен был остался, преподавал уже высшую математику в университете. Меня вызвали в райком и убедили пойти на комсомольскую работу. Мои ученые мужи восстали просто. Я им сказал, давайте по-честному. Я дал слово, я не могу ее брать назад. Но если у меня не получится, через год я к вам вернусь. У меня одна просьба, возьмете снова на кафедру. У меня уже была готова, во многом кандидатской диссертации по математическому анализу и теории игр. Они нехотя отпускали, но сейчас с удовольствием. Потом вот я, Хохлов, который меня убедил в первой секретаре кома, был моим наставником. А потом был первый секретарь горкома. Я был самым молодым вторым секретарем горкома в стране. Мне было 28 лет. Он и сегодня является Иван Ольгий Петрович. Потом руководил министерством крупнейшим. Он был моим советником и наставником. И сегодня он один из тех, кто меня жестко критикует, читает все мои работы и дает очень важные советы. Мне они несколько дали заповедей, которые я соблюдаю по сегодняшней дели. Я вам, как молодым людям, просто выскажу это и поделюсь. Первое, что отец мне сказал, запомни, сын, если за что-то берешься, обязан делать хорошо. Или не берись совсем. Взялся за математикой, ты должен быть блестящей математикой. Взялся за пасеку, ты должен знать глубоко философию. Взялся за пасеку, у тебя должна быть идеальная пасека. Пошел в волейбол играть, ты должен играть как мастер, а не как слесарь. Вот это был очень жесткий и конкретный совет. Когда я попал в политику, я отцу дал обет, что когда им плохо будет, заберу с собой. У него осколки сидели в теле до конца жизни. И когда ему стало очень плохо, я их забрал. Они до последних дней жили со мной, собственно говоря. С моей семьей. Я выполнил этот обет перед ним. Я когда пошел в политику, спросил, я говорю, отец, твое отношение. Он говорит, запомни, ничего светлее, умнее, совестливее, чем советская власть, на этом свете не было и не будет. Он не был коммунистом, но с удовольствием читал все газеты и был агитатор. Он вообще, говоря, прекрасно знал историю. Когда прятали некоторые книги, в том числе и полное собрание сочинений Сталина, он сказал, не трогайте. Вы обязаны знать историю такой, какой она была, а не политическую порнографию. Изучайте первоисточникам. И пока мы живы, если хотите услышать правду о войне, слушайте нас. Он в 30 лет пошел и воевал. Защищал Одессу, Севастополь, освобождал Бессарабию. Мы, говорит, знали. И мы вам расскажем, как было. А у тебя, говорит, все воевали. Их выслушай. Они тебе каждый из каждого фронта принесет правду. Они тоже сейчас написали о войне или той или иной операции. Тем более, это очень образованные взрослые. Он полтора года валялся в госпиталях и окончил там второй институт. Те, как некоторые, кто пьянствовал, кто курил, бегал. Он окончил второй институт и блестяще потом работал. Когда в школе не было профессионала, приходили математику, пожалуйста, биологию, пожалуйста, зоологию, пожалуйста, ботанику, пожалуйста. В этом отношении была просто с точки зрения школьной программы энциклопедическая голова. Ректор университета, который меня взял на профсоюзную работу, дал тоже несколько советов. Во-первых, разрешил мне свободное посещение занятий, но сказал, получишь на физмате тройку, выгоню с работы. Я физмат тоже практически с отличием почти закончил. Но, говорит, 200 тысяч рублей по советских деньгах, это было очень много. Говорит, будешь распоряжаться ты. Я подпишу любой чек, но при условии. Если ты возьмешь умную толковую девочку, которой будет у тебя бухгалтер, или парня, парни обычно не соглашаются. И в пятницу, в субботу у тебя в кассе будет всегда дебет с кредитом сходиться. Я взял своего физмата парня, у меня Юля там была, она не согласилась. И он в пятницу кассу подбивал и по вертикали, и по горизонтали, если чего не сходилось. Вот у меня кошелек обычно. Он вытаскал кошелек меня, спрашивая, и докладывал. И мы в субботу, в воскресенье знали, приди любой КРУ, любая проверка, любая инспекция, там всегда будет все сходиться. По концу месяца. И сегодня я распоряжаюсь большими ресурсами, но у меня шесть бухгалтеров, и когда я участвовал в президентской выборной кампании, мой отчет финансовый был метр толщиной. Жириновскую, которую стратил в 20 раз больше, 20 сантиметров. А у партии власти, которую в 100 раз больше и стратил, там вообще, по-моему, отчета не было. Но я твердо скажу, до копейки. Кто куда ушло и каким образом. И в этом отношении всегда сплю спокойно. Но заложил у меня это ректор университета, талантливый человек, блестящий лектор и так далее. А следующий мой руководитель Иванов сказал, тебе еще несколько других заповедей. И вы запомните. Первое. Какой бы уютный, красивый и большой кабинет не был, смотри всегда на него, как на хорошую гостиницу, с которой рано или поздно тебе придется сижать обязательно. И тогда, что бы ни случилось, со мной Ельцин расправился трижды. Мне предлагали. И он предлагал. Он мой сосед, к слову сказать. Мы в одном подъезде жили, он надо мной жил, я пониже там. Он Москвой курировал, я был координатором. Он Москвой руководил, я был куратором. Я за сектором России взглавлял, когда он в Свердловске работал. Я его знал блестящий. И так далее. Мне, когда он пришел к власти и стал ломать всех через колено, я его не ругаю как человека. У меня православная культура. Я его оцениваю как политика. Мне предложили сказать, что это все правильно и хорошо. Я сказал, я скорее застрелюсь, чем это сделаю. Вы все увидите позже, какая трагедия будет. Я тогда написал воззвание к народу, слово к народу, за которое мне русской 10 лет тюрьмы обещал. Потом архитектуру развален, подвел итог. Возможный парадик. И меня с семьей в 6 человек, там были студенты, двое пенсионеров. Один я, в общем-то, работал. Завод разорился, жена инженером работала на часовом заводе в информатике. Меня три раза с работы выгнали за год. Потому что и так далее. Ну, тьфу-тьфу. Я сказал, можете угонять, я устаю. Пока у меня голова работает и есть воля, я в этом мире выживу, и будет все нормально. Так вот, еще один был заповедь, сказал. Относись к людям, которые тебе не симпатичны, более предупредительно и внимательно. Дабы твоя неприязнь не сказалась на деле и не сказалась на отношении к этому человеку. И никогда за глаза не характеризуй человека, что может сказаться на его дальнейшей публичной карьере. Я максимально выдерживаю это требование. И еще, правда, одно в личном плане. Говорит, у тебя будет водитель. Но смотри на водителя не как на шофера, а как на свое товарища, как на родственника. Как на того, у кого твоя жизнь постоянно находится в руках. Если ты поехал куда-то в поход, пока водитель не поест, ты не садитесь за стол. Я куда бы ни ехал, пока водители не поедят и не отдохнут. Я уже следующий. По одной причине, потому что иногда за командировку двое суток, тысячу километров за рулем, бессонными ночами. Поэтому я отношусь к такого рода любителями. Ну и последнее. Это я уже позже осознал. Говорит, запомните, в жизни есть три высшие ценности. Первое – это друзья и близкие. Если у тебя их много, то ты очень богатый человек. Второе – это здоровье и самочувствие. Его нельзя ни у кого занять. И третье – это личная репутация. Ее нельзя ни попросить, ни купить, ни взять, ни занять. И если ее не будет, у вас не будет особого будущего. Я надеюсь, у вас блестящая репутация, вы учитесь в одном из лучших вузов. У вас удивительная профессия, я с огромным уважением отношусь к дипломатии. Мне подарили многотомник дипломаты всей советской и российской школы. Я с огромным вниманием изучаю, куда-то еду с большим интересом. Я посетил 70 стран мира и выступал во всех крупных университетах. Несколько раз в Гарварде, в Оксфорде, в знаменитом американском университете, в Вашингтоне, в котором Джон Федеральд Кеннеди принес свою уникальную речь о дружбе и взаимодействии советской страной. Я выступал в самом древнем университете исламском на планете, в Каире, и в школе для высшего управления персонала в Пекине. Вот, в Сорбоне, это один из лучших вузов Франции. И горжусь тем, что я по образованию Ваш родственник. Я окончил университет физмат, окончил военную школу, и получил звание полковник советской армии, окончил университет марсизма, ленинизма, окончил академию, окончил аспирантуру и докторство защищал в МГУ. Вас отпочковали, вы были факультетом МГУ в 1944 году, да? Так же, как и медицинский, первый мед московский. МГУ – это уникальная сокровищница кадров, но вы достойны этой лучшей школы. Дай Бог вам здоровья и успехов. Вот я поделился своими юными годами и некоторыми выводами. Спасибо вам. Мы познакомились с Геннадием Андреевичем. Валя, одну минуточку. Одну заповедь забыл. Самый тяжкий грех – это уныние. Никогда не унывайте и не расстраивайтесь. Студенту вообще это не свойственно, поэтому у меня есть целая серия анекдотов. Веселый и злой. Встречаются веселый и злой. Он говорит, что ты веселишься? Кризис, ждать нечего, работой выгнали. Он говорит, а я слонак убил. И что? Он говорит, счастье полное. Полные штаны счастья. Детей катает, огород поливает. Бревна стройки таскает. Не нарадуемся. Ну продай слонам-то мне. У тебя денег не хватит. Сторговались. Через месяц встречается. Что такое опять злой? Да ну тебя к черту с твоим слоном. Все заборы завалил. Все вытоптал. Соседей перепугал. Со всеми сужусь. Он говорит, слышь, мужик, С таким настроением ты слона никогда не продашь. У вас должно быть хорошее настроение. У вас богатый слон впереди. Вам, может, моя точка зрения на образование не очень понравится, но я выскажу абсолютно искренне. У нас в семье общий стаж семейный почти 300 лет преподавания. У меня дома есть библиотека, где учебники еще той самой давней поры и все последние учебники. По математике Киселева, например, преподают в Израиле. Там теоремы написаны, как стихи хорошие. А некоторые сегодня учебники берешь для пятого класса, и три человека в семье, имеющие высшее образование, ломают голову, как решить очередную задачу. Такого рода учебник не способствует развитию математических знаний, а способствует отталкиванию ученика от главного предмета, который должны знать. Поэтому, на мой взгляд, русская и советская школа была одной из лучших. Не потому, что я там учился или сам преподавал, а потому, что я, когда приезжал за рубеж, спрашиваю очередного дипломата Швеции, как ваши дети учатся в местной школе. Он говорит, мой шестиклассник знает больше, чем местный восьмиклассник. То же было в Швейцарии, то же было в Франции, то же было в других странах. Все методики дошкольного воспитания и обучения, отработанные нашими педагогами, сегодня используются во Франции, в Японии, во многих других странах. Наша система дошкольного воспитания была настолько уникальной и классной, что ей гордились, ее перенимали, сегодня ее ломают, превращая детский сад в элитарную кормушку для одних и невозможность сдать ребенка другого, который хотел бы работать. Сейчас самый большой дефицит в стране – это дефицит в детских садах. В той же Москве было 1200, по-моему, садов, осталось в три раза меньше. Под притоны, под бани, под что угодно, ларьки. А сейчас схватились и не знают, что делать. Система начального воспитания, она вообще уникальна. Я преподавал на физмате, на литературном факультете, историческом, в ряде вузов. И читал лекции на факультете начальных классов. У меня всего два мальчика было, в основном девочки. Очень красивые, очень талантливые, очень приятные. Своим этим двум ребятам они были слабенькие. Я им ставил четверки только из-за мужской солидарности, чтобы не унизить их достоинство. Но, чтобы ты учился в начальной классе, ты должен знать математику, предел седьмого класса, русский язык, хорошо. Должен знать литературу, методики преподавания, музыку, физкультуру, искусство и так далее. Это супер универсальный преподаватель. До недавнего времени ее начальная ставка была в Новой России меньше двух тысяч рублей. В сумме четыре с половиной пять от силы. Кто пойдет? Никто не пойдет. Поэтому в срочном порядке мы настаивали, вносили много раз. Решили поправить. Учитель начальных классов должен получать минимум 12-15 тысяч. Никак вот до конца не добьем и эту тему. Теперь преподавание главных предметов. Главные предметы русский язык и литература и математика. Господин Фурсенко решил сокращать и то и другое. Что это означает? Это означает, вы не будете иметь широкого математического образования, для того, чтобы естественное... И вы не будете знать свой родной язык и литературу. В новом букваре, по-моему, Пушкин начинается с 27-й страницы или что-то, кто угодно. Поэтому учебники и учебный план должны питать все лучшее. Вот кто из вас скажет, кто самый талантливый и крупный математик сегодня в России? Думаю, засрудитесь. Откройте свои учебники с 5-6 класса и до трехтомника матанализа в этом ВУЗе. Везде есть Никольский Сергей Михайлович. Возьмите справочник по элементарной математике. Без него невозможно сегодня. Никольский Сергей Михайлович. Вот я у него был на даче, и он меня целый час взял вот и говорит, иди к Медведеву, иди к Путину, объясни им, что сокращение урока математики русская трагедия. Сделайте все, что угодно, иначе это ваш Фурсенко. Он доведет до инфаркта нашу школу, а завтра мы получим людей, не способных двигаться вперед и бороться эффективно на мировом рынке и так далее. Я ходил, записку несал, писал Сергею Михайловичу. Знаете, сколько лет? 103 года исполнилось в апреле месяце. Еще час читает лекции. Почему прожил так много? Всегда мозги в порядке. Голова свежая, пешочком ходит, настроение бодрое. Я, когда ему отмечал 90 лет, произносили тост, ему здоровья желали. Он встает и говорит, мужики, успокойтесь, в моем возрасте редко кто умирает. Когда 100 лет отмечали, я говорю, Сергей Михайлович, вся математика приехала, от Нобелевских лауреатов, американцев до японцев, все приехали. Он титан просто в этом деле. Все его поздравляли, там вся Академия наук была. Я говорю, можно открою секрет вашего долголетия? Хотите, я вам скажу? Кто желает 100 лет прожить? Есть такие? Ну, вам еще рано можете. Ну, правильно. Тогда вам секрет выдаю. Его секрет. Первый секрет. Всю жизнь прожил на пушке леса. При первой возможности уходит из города. У него отец был лесник, погиб, его белогвардейцы расстреляли. Но он страшно любит лес и сад и все время на земле работает. Второе. Однажды вступив в партию, никогда не бегал по другим партиям. И сейчас, как член КПРФ, платит по разносу. Третье. Никогда не спорит с женщинами. Однажды поругался с женой и зарекся. Всегда соглашается, но говорит, делаю как считаю нужно. Жена довольна, женщины довольны. И у самого голова никогда не болит. И последнее. Каждый день читает газету «Правда» и «Советская Россия». Так что у вас есть возможность тоже прожить. Завершая по образованию. Вот если вы приедете в гости к Биллу Гейсу, знаете такого? Да, один из богатейших людей. Но кто ему сделал богатство? Вот это очень интересный вопрос для дипломата. Компьютер, если у вас нет математического обеспечения, хорошие программы, это железка. Орехи колоть. А если есть блестящие, то там все, что угодно можно. Так вот, из 100 лучших математиков, которые создали ему славу и гигантские капиталы, слушайтесь, 50 русские. Вся математическая школа, которые поштучно собирались из Сибири, Новосибирская, тут оказалось не нужна, а там приехали, работают. 30 индусов и китайцев. И только 20 своих. Мы индусов в стекловке учили луп первых математиков. У них склад ума, очень индоевропейская раса, он очень похож на наш. Очень похож. Они потемнее, а по психологии, характеру, поведению, мироощущению и способности решать сложные задачи, они очень похожи на нас. Они начинали с нуля, в прошлом году только на математическом продукте программном получили почти 25 миллиардов долларов доходов, думайте. Так вот, наши ребята, я спрашиваю, назад вернётесь. Он говорит, с удовольствием. В 8 из 10 уедем завтра. Мы получаем большие зарплаты, но мы люди тут второго сорта. И никогда первого не будем. В этом поколении никогда, в третьем может быть. Так вот, говорит, я бы вернулся, ну куда ехать? Институт мой закрыли. Квартиру за 40-50 тысяч квадратный метр не купишь. И стал перечислять. Слово сказать, на английский язык, сегодня, если взять наши все журналы, толстые, разные, переводят всего два журнала. Оба по математике. По-прежнему. Мы пока не проигрываем конкурсы по математике, физике или к программированию, биологии, химии и так далее. То есть, ещё задел есть некоторые. Но система образования – это вещь очень ответственная и исключительно сложная. И когда её начинают ломать в угоду любому процессу, какой бы вам нравился, Болонскому и так далее, не сообразуясь тем, что у вас не будет хороших квалифицированных преподавателей, у вас завтра не будет нужных учебников, у вас будут нарушены методики преемственности. Поэтому к системе образования надо относиться очень внимательно и тщательно. Я за то, чтобы она была разной, но я за то, чтобы каждому молодому человеку, государству, гарантировало вплоть до высшего бесплатное образование. Есть лишние деньги – посылайте куда хотите, поезжайте куда хотите и когда хотите. Но талантливые дети рождаются независимо от толстого кошелька и положения папы. Иногда чаще бывает наоборот. Советская сторона была, я начинал, когда учиться мы платили за образование. Потом всем гарантировали. Я спросил ваших ребят, вот талантливые ребят с третьего курса, они там с разной бонусы, там 4 тысячи чуть ли стипендию. Я получал много лет назад стипендию 33 рубля. Потом получал повышенную 45 рублей. 45 умножайте на 150 нынешних, а то на 200. Вот будет стипендия. 7, 8, 9 тысяч на нынешние деньги. Я три стипендии. Я очень мечтал море увидеть. Я Германию видел, по полях сражений побегал, ликвидировал аварии на Урале, но море я не видел. И мы с своим приятелем, студентом, Ерой Прусаковым, я говорю, поехали. Мы три стипендии сложили. Съездили в Крым, отдохнули, сняли палатку, питались на турбазе, вернулись с гостинцами. За три стипендии летние я еще приехал с гостинцами. Мой учился в Баунском, с отличием учился. Он за свою стипендию до Тула не доехал, оттуда пешком пришлось идти. Поэтому я за то, чтобы была нормальная стипендия. И последнее. В современной Франции 8 из 10 учатся за счет государства. Там по разной методике. В современной Германии 9 из 10 учатся за счет государства. Японское правительство приняло особое решение в 21 веке всем дать высшее образование при поддержке государства. У нас сейчас 7 из 10 платят. И каждому второму даже с красным дипломом в этом году нет работы по специальности. Из 2 миллионов выпускников разного профиля и уровня на дно рабочее место сегодня 17 заявлений. Я считаю, это совершенно неправильно. И предложил целую программу, как можно поправить. Отставил ее у Медведева, прислушиваются, что-то делают. Но я считаю, этого явно недостаточно. Еще одну формулу. Слушайтесь внимательно, вам придется и заниматься очень долго и очень упорно. У нас осталось на пятой части суши 140 миллионов. Русских вместе с белорусами и украинцами 85 из 100. Больше, чем французов во Франции, англичан в Англии. Русские области вымирают 2-3 раза быстрее остальных. Русские под своим крылом собрали 130 народов и народностей, за тысячу лет не порушив ни одной веры, ни одной культуры, ни одного языка. И исчезновение русского этноса означает распад этих гигантских территорий. Это один вывод, который является уже аксиомой. Нравится он, не нравится. Русские, как Расул Гамзатов сказал, дали мне возможность, переводя на русский язык, чтобы мои стихи не были стихами одного ущелья, а знала вся планета. Кстати, националы острее это воспринимают сегодня. И понимают острее. Так вот, сегодня из 140 миллионов, 6 миллионов наркоманов, ни один наркоман тяжелый больше 7 лет не прожил. Будут совать, предлагать, бежите куда угодно. И никого не слушайте. Никого не слушайте. Медикантозного способа лечения тяжелой формы нет. Бежите куда угодно. Но не слушайте никого. В любом виде, каком бы вы ни были. Второе у нас 12,5 миллионов пенсионеров, вернее, инвалидов. Было еще недавно 6. И 38 миллионов пенсионеров. Всего 25 миллионов занимаются производительным трудом. Это означает, что если мы завтра не простимулируем рождаемость в нашей стране, то мы не в состоянии уберечь эту территорию в единстве. Мы сегодня производим меньше 1% наукоемкой продукции, а располагаем третью ключевых стратегических ресурсов, которые есть только на планете. И тремя главными ресурсами у нас половину запасов пресной воды. В одном Байкале 24% мировых запасов пресной воды. Сегодня уже каждому четвертому на планете не хватает стакана чистой воды и куска хлеба. Миллиард голодает из шести с небольшим. Кто нам даст возможность пользоваться одним этими ресурсами и распоряжаться, если мы не будем умными, сильными, здоровыми и достаточно многочисленными. Второе у нас половину запасов хвойного леса и половину запасов черноземов планет. Это очень важный ресурс, он возобновляемый. Нефть и газы уже половину стопили. И в ближайшие 20 лет будет качественная система развития мира. Только одни вот мобильники за 20-30 лет шагнули от простого телефона до суперстанции, которая у вас в руках. Завтра будет то же самое с биоинженерией. Утром встанешь и будешь себя набирать на компьютере, заказывать, какого варианта тебя завтрака и что послезавтра вырастет у тебя на подоконнике. Сегодня еще многие даже не представляют, какой будет рывок в этом отношении. И трудно даже вообразить. Но вот связанный с компьютером и телефоном уже многое доказал и показал. То же самое будет с биоинженерией, если не жестче, круче, гораздо интереснее и во многом опаснее собственно. Поэтому нужно иметь такого рода население. Что это означает? Это означает, что каждому из вас государство должно предложить, чтобы было трое детей. А это означает, что у вас будет мама заведовать садом из трех человек. Еще у вас будут два престарелых родителя пенсионера по отцовской линии и материнской. То есть вы должны работать один из восьмерых. И еще один из восьмерых. Вы должны иметь образование минимум 17 лет. Вы должны иметь отменное здоровье, чтобы так пахать. Супер современную производительную технику. Очень надежное управление. Классную систему переподготовки кадров. И каждые 5-7 лет обновлять знания, иначе вы отстанете безнадежно. А это означает, что вас сегодня надо готовить по другим методикам. Ваши знания должны поощряться. И ваши усилия должны стимулироваться всяческим государством. Оно не хочет в это вкладывать. У нас вчера с Нобелевским лариатом Жарес Ивановичем Алферовым обсуждали проблему инновации. Президент правильную поставил, очень остро поставил. Но господин Кудрин все вычеркнул, что связано с будущим нашим. И с бюджета. Там нет ничего для этого. И мы с ним обсуждали, что в марте проведем большую встречу. Попытаемся подготовить доклады и увлечь людей от идей. Но это потребует молодых свежих. У него школа математическая и физическая одна из лучших. Он половину своей Нобелевской премии туда вложил. А я недавно у Путина подписал бумагу, чтобы максимально развить эту базу для молодых людей, которые будут формировать в области физики и математики наше будущее. Кстати, все, что у вас крутится, звучит, вас показывает, это заслуга Жареса Ивановича. Его структуры, которые он открыл, являются главной основой всех компьютеров, всех телефонов и всех телевизоров. Не случайно за это ему дали Нобелевскую премию. Я подробно вам рассказал о школе и образовании, потому что вам этим придется заниматься очень плотно. А вы, как дипломаты, должны будете изучать все лучшее, что есть в разных школах, в разных школах и внедрять у нас. Господин Буш, я как американцы редко критикую своих президентов, очень редко. Но меня поразило, вот Буш отличался тем, что приезжает дипломат, приезжает конорисмен или сенатор и начинает про Буша рассказывать всякие сказки. Про него там целые фильмы ходили, потому что он малообразованный человек. Когда такой человек залез на такую вершину, хочет быть хозяином всем мира и заставить Балканы служиться, Ирак подчиняться, и Афган хочет усмирять. У меня дрожь проходит по телу, потому что я не в состоянии решить задачу. Меня поразил короткий анекдот, который они же про него рассказали. Сгорела библиотека Буша. Одну книжку спасли, а вторую не читал. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ